мурат здорово твоего региона камаз оккупировали же санкт-петербург азамат черкеска ехал за собой в шалушке я уже столько времени за тобой еду гоняюсь мной может где-нибудь остановится точно сам не хотел останавливать по дороге общий салам алейкум парни море красавчик так держать спасибо спасибо давай удачной дороге зима зеленый свет сейчас домой заезжаю мелкая выскочила сразу увидит меня выскакивает вроде бы стоит не подходит все сейчас прибежит хочу глаза такие красные на английском телефон забыла короче я сейчас позвоню завтра или вернут счет и сделал качелью маргоша сына позвал говорю иди маргоша покатай я пока зайду домой классика жанра пацаны стройка дожди фура сейчас ему надо как-то встать правее заехать задом встать правее чтобы я стал левее подавал кирпичи туда сейчас он заедет встанет как-нибудь потом я уже под него подстроюсь я никогда не пойду на работу вот с таким к себе отношением да не за какие деньги за миллионы не пойду мне никакие миллионы не нужны если топчут моё достоинство и мою честь хорошо хорошо есть опыт вот случай когда лент говорит я на камре сюда заезжал и ведь не соврал же теперь будем впихивать вообще не втиху и мая ну да поддом сейчас привязывает его веревкой и на счет 2 по моему на счет 2 а вторую раскачку на вторую раскачку майной стрелой раз вместе считайте 2 отлично ай молодцы красиво красиво ха 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 чужу печь кашпарит кто-то спрашивал нужна не нужна вот вроде бы май месяц да но мокро же все грязно ноги греет грязные вот так вот сырые и встал сел вот здесь сидишь да сел сидишь сидишь мерзнешь дождичек сыра как бы не то чтобы холодно но мерзко автоном очка греет и работать хочется а без нее вот так вот думаешь ну давайте быстрее ну чё вы все вот так завязываем и запихиваем все выше и выше как бы так себе доработка не особо там стукаешься все время то стрелой зацепишь там поцарапаешь то тросом с работой глуховатенько сейчас погода нелетная тут уже чё как говорится чтобы дома не сидеть да так потихонечку так заводим 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 так чуть-чуть сейчас василий иваныч подойду поближе чуть приопустил и стрелой а сейчас и чуть-чуть туда все 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 там уже стрела все выводим потихоньку выводим и вот так мне больше нравится даже чуть геморройно но зато я стою на месте никуда не езжу хуже нет вот по городу тонн 15 вот так вот куда-то тащить заезжать там или ну а здесь еще я тут сам себе здесь я главный то есть я не завишу от этих кто-то там подрезает меня обгоняет весь в напряжении вот по городу едешь потихоньку вот хуже этого для меня нету вообще рога бы сделать вот эти вот в дырки которые залазят такие п-образные здесь рога не помогли бы конечно но для погрузки хотя бы вот фуру сейчас выгружал это хорошо пацаны такие шустрые ремнями мучились там возились так конечно рожки нужны видео дырки засовываешь две п-образки и очень быстро происходит процесс никак руки не дойдут да вы скажете окорок бы здесь там справился бы на отлично возможно был у меня окорок пацаны хиап вот таких местах ограниченных там тоже есть моменты там же у него на стреле со всех сторон трубки цилиндры вот эти штоки голые хромированные здесь то я касаюсь как бы да ну работаю до касания коснулся чуть назад а там мы либо трубку зацепишь либо цилиндр не дай бог это вообще будет ужас поцарапай шток вот тоже такой момент как бы не особо что так легко взял ее окороком тут засунул есть и ручь и нюансы есть и ручь и ручь и пацаны даже телефон и это конечно наши жизни маргоша вчера телефон забыл уже в машине оказывается и такое этот плач я хочет их плачу а это мой старый телефон я году она как я думал что ты меня поругаешь еще говорю дождик то по видео на вас накопал даже я вижу так получше сейчас они там раскидают чуть-чуть уберут потом опять нормально эти балкончики хорошо вот 3 4 пачки ставили хорошо держит так все закончил сок поднял под ей своей бадью закинули борты закрыли нормальные пацаны можно работать с ними все здесь начальники тоже блин как он там на камере проезжает я вообще ладно это на ниве так народ всем доброе утро сегодня утро началось интересного звонка звонил старый-старый знакомый клиент хорошей на то время давно не пользуется уже услугами моими ну потому что уже много есть техники конкуренция большая у них там не у них самих у разных фирм тоже они как-то пользуются услугами друг друга знакомых по организациям короче как-то берут видимо перечислениями там взаимозачетами так выходит у им легче удобнее дешевле и ну вот такие моменты бывают видимо то там кто-то все заняты или чё-то в общем надо будет поработать какая цена в общем смысл в том что у моя цена оказалась где-то по нему практически в два раза дороже той которую они у рассчитывали по которой они обычно работают можно было сказать конечно что берет на пушку чтобы там сбить цену но скорее всего это так есть торговался и даже сейчас я попробую договориться с заказчиком в общем скорее всего не не договорился ну это просто так предисловил там на людей пишет там напиши сколько там чего стоит какие цены как вот какие цены о чем тут говорить просто ну особенно вот на это никак не повлиять невозможно и в общем ладно это так лирическая такая мелодия была сейчас мы что делаем сейчас я вам чуть расскажу вчера чуть побуксовал вчера дождина была целый день еще и работать пришлось побуксовал хорошо грязный был потом проехал и хорошо ходовую помыл вот такой был весь грязный вот такой весь вот низ вот такой был особенно вот там хорошо под подожди там хорошо проехал и более-менее смыл так что у нас валяется у нас тут валяется вентилятор он же карлсон советской эпохи вот он 24 вольта это у нас получается на развитие канала в общем подарок от Евгения Николаевича салам алейкум Евгению Николаевичу спасибо в комментариях тоже поблагодарим его в общем этот вентилятор у нас пойдет вон туда наверх сейчас мы его проверим хотя производитель клялся что рабочий и будем как-то тулить потому что все таки лето уже на носу хотя вчера уже опять печку заводил печка кстати опять с утра поработала потом на другой объект пока доехал она перестала запускаться опять насосик прямо на объекте снял его постучал вот так вот так на месте не не помогло на месте стучал не помогло снял постучал вот так вот так и заработал зараза фильтр да надо поменять фильтр у меня был но с крупными штуцерами на эту тонкую трубку не натянешь поэтому магазин даже сейчас пошел нету с тонкими штуцерами фильтра но обязательно поставлю и потом скорее всего я все-таки попробую разобрать не попробую разберу вот там писали комментариях я тоже на ютубе смотрел надо разобрать промыть почистить собрать чтобы он там за лето вообще не окочурился этот насос в общем пока все да насчет сетки кстати обязательно поставлю сетку уже хотел с воздушного фильтра резать сетку но потом мне подсказали что заржавеет быстро она лучше найди сразу нержавеющую сетку там кусочек будет более аккуратней смотреться один товарищ мне написал в комментариях Денис из Томска он говорит я эту бандуру ну ящики весь убрал говорит и вот эта внутренность он перенес говорит вперед перед радиатором поставил ну то есть как бы и как на этих заводских версиях да ну тоже вариант как бы да особенно тем у кого место там не позволяет вот мы мерили Руслану на бортовом у него спалка здесь борт близко и прям прям вот впритык надо либо борт переваривать либо что-то как бы я почему бы и нет да да ну у меня кулер стоит конечно не так много места не знаю да скорее всего у меня не влезет надо смотреть а вот без кулера там вообще вагон целый зайдет и там уже точно не ветка это ни палка ни ворона это не накакает кстати прям вот я у него попрошу может он мне видосик скинет я его прикреплю на видео шланги длинные очень даже интересная идея так как говорится опасно не повторять сейчас что-то будет ой плюс на минус минус на плюс если задержать дыхание то тебя не ударит током ток думает этот человек и так уже мертвый опа вы поняли да видели как он дует на вас дует чувствуете ух а хорошо дует все не обманул Женя еще один лайк заслужил вот вчера как раз эти следы вчерашней работы это тем комментатором смотрите только хотел сказать панель вытри пыль с панели вытри говорит вот видите что я тут ногами или что я сюда залез не знаю ну перчатки все же в грязи руки там я еще что-то я еще автономку чинил там после работы я ну честно говоря я не особо прям это чистоплотный надо надо признаться но после работы я приезжаю здесь у меня все вот в кузове барахло а бадья бадью же тоже брал она вся снизу в глине изнутри она в песке все то есть я приехал вытащил бадью перевернул обстучал ее тоже пацанов не стал там гонять они так закрыли борта мне все эти повесили ремни цепи ну цепи я уже сам развесил потом они на свое куда-то вешают ну я я их не поправляю вот они вешают я молчу говорю братан спасибо от души а потом сам перевешиваю потому что когда начинаешь не туда вот так он все равно не повесит как ты повесишь ну ему тоже неприятно а так он сделал что-то он хочет сделать пусть сделает и вот вот им кстати респект за это борты сами ничего я слова не говорю там вот это сделаем борты тяжелые тоже я уже прям лишний раз их надо кстати что-то делать уже с бортами уже все я не вывожу очень тяжелые борты и рука как бы то проходит да левая вот это то разок что-то раз или на алюминий надо переходить или что-то сделать кстати напишите как можно облегчить но не хочу уходить от сплошного борта как-то облегчить надо борт этот чтоб сильно тоже его заново да сделать да легкий борт это конечно понятно да но как бы меньшей кровью чтобы обойтись и чё я говорил а вот пацанов отпустил говорю все все давайте пацаны они тоже там дождь идет они вот это все там цепляют песок насыпают я-то сижу там блин ну надо других людей тоже надо понимать как бы на ихнее место тоже вставать всегда не только про себя думать ну мне так кажется и все тут доски тоже вот эти все доски постоянно я достаю вот эти две шпалы я вот взял тоже постоянно катаю подкладываю мягко не мягко и вот это все здесь лежит кучей все это убрал все сложил там все развесил эту бадью вытащил с кузова почистил обстучал чтобы это потом не присохло пока свежее здесь это что интересно заехал сразу вот как закон подлости здесь между колес сразу напал подала кучка глины со всех сторон глину тоже взял вытащил сюда да убрал я уже вот здесь все было прилипшее вот так почистил мастерком тут ну здесь обстучал вон песок ну уже все она уже чистая вот зато песок дома есть на эти моменты короче не хватает не знаю вот это вот думаешь почему-то у меня вот это на последнем месте не знаю это не совсем правильно но как есть денису написал сразу про кондиционер спросил он сразу ответил вот машина его ну это одна из вот на ней он говорит за места нету говорит там манипулятор борт поэтому говорит переносил ну за спалкой как у меня места нету под кондиционер а этот блок говорит вон получается у меня вместо пепельницы строго встает пульс этого блока туда вон он туда его поставил ну не знаю а там холод как бы только в ногах получается вот этот момент не очень я понял я вытащил у меня здесь управление как то так и еще момент говорит там на роднее шланги тут достанут я думаю тут у меня шланги длинные по-любому он должен здесь где-то висеть и там момент еще говорит вентилятор когда ты его ставишь туда перед радиатором вентилятор дует в другую сторону получается который родной на двигателе у вас и который на радио на кондиционере они в разнобой получается надо менять то есть еще такой момент но идея интересная в любом случае он если сегодня как получится я сниму там спереди в работе там в общем так что делаем карлсон у нас рабочий так его как-то почистить надо сейчас чем придумаем и пойдем ставить уже на месте так теперь тут возникает куча вопросов насчет места установки суда далековато прям очень далеко вряд ли до меня что-то дойдет но сейчас наверное надо будет его включить в любом случае посмотреть насколько интенсивность потока какая будет у него метры в секунду да как правильно возможно можно и сюда сделать в принципе чтобы прямо он вылить все мне ветер в харю а я шпарю да скорее всего так потому что я вот так сижу да вот так я сижу и тут допустим хорошо приварим крепления все сделаем но возникает еще нет сразу нет отбой пацаны эта штука то у меня закрывается оп и она ложится прямо вот сюда прямо вот сюда крыша задняя стенка ложится прямо вот сюда так значит сюда отбой сразу сюда нет еще и почему сюда нет потому что все равно здесь будет дождь попадать допустим допустим я им не пользуюсь ну какой-то небольшой допустим или большой я сижу работаю я же не смогу закрыться во время работы полностью вот так чтобы его не замочить то есть он здесь будет под дождем и скорее всего его надо будет ставить куда-то сюда может быть а вот так сделать естественно длинный провод вот туда чтобы он шел и здесь он как интересно будет куда он мне будет дуть вот вопрос что-то такое здесь нужно и опять-таки чтобы он не мешал при закрытии до не на эту сторону потому что не знаю надо подумать вы пока напишите там в комментариях я прочитаю так вот я открыл щиток а значит только наш электрощиток вот у меня на печку идет предохранитель на автономку там откуда-то смысл прям с предохранителя и возьму на вентилятор будет прям пушка бомба ракета осталось понять куда бы его прямо стоит вот здесь очень мало места здесь он близко стоит вот здесь задевает здесь прям вплотную придется ставить сюда здесь места больше блин сейчас подключу посмотрю насколько он дует уже от этого будет плясать провода ищу короче нашел в упаковке новые вегета по-английски даже 2013 год а это с этого еще с донг-янга я помню что этот манипулятор в комплекте еще там куда это подключалось такие прям запаяние наконечники все четко даже жалко блин ну а чё делать ради себя любимого чего не пожалеешь получается и плюс и минус мне надо тянуть там-то минус а не будет нормального жесткого поэтому включил автономку тоже просто проверить все насосик же щелкал кстати поставил под 45 градусов все как вы писали так что прислушиваюсь даже вот все равно я помню что по инструкции там нарисовано по схеме вот так но поставил под 45 рост все для вас пусть работает я там как раз буду в тепле у психологический эффект пацаны теперь смотрите как я его закрепил то есть я убрал отсюда шарнир вот этот и прямо сюда на уголок я его прихерачил ха 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 интересно куда он будет дуть теперь вопрос сейчас подключим провод есть уже подключим посмотрим ну я не знаю может быть даже сюда куда то вот этот захват здесь очень удобный может быть сюда чтобы как бы вот сюда он смотрит тут он чем куда он мне будет дуть так например жару надо испытывать вот он работает сейчас даже без массы работает ничего интересно просто на одном плюсе значит масса какая то есть хорошо вот здесь у меня дует да вот чуть чуть подогнуть наверх вот туда вот туда в принципе я сижу вот так да чуть чуть повыше надо и нормально а надо еще посмотреть здесь он не будет задевать вот это я еще не проверю что за звук это ветер перемен так смотрим как у нас что тут проходит нормально и тут задевает в конце уже за ручку кстати ручку желательно перенести как раз кстати когда я залезаю ручка под этим шатром и ручку бы желательно перенести вот сюда куда то может я за нее хватался можно просто отогнуть и вентилятор кстати нам же нужно отогнуть что там пикнул а печка выключилась сейчас буду пить больно но аккуратно так снял фонарь оттуда давно его хотел снять он у меня отключенный рабочий кстати вот сейчас проверил даже странно сколько он там три года под водой обычно они быстро сгоряют ну рабочий в темное время суток ночью вообще не работаю категорически очень этот и так зрение так не особо еще этот днем то вот и честно говоря там чего то каких то не все видишь там переживаешь а ночью работать на кране блин я вообще не представляю ну привычка нужна ну я категорич не за какие деньги нет все что делаем сейчас выдвинем первым делом одну опору вот сюда вытащим потому что невозможно работать ужасно но неудобно а когда опора здесь стоит то намного легче вот туда ногу ставишь на балку потом на эту здесь на лестнице прям опасно и сейчас переварю вот ту ручку она во первых сейчас мешает вентилятор во вторых из-за нее неудобно когда лезешь колпак этот закрытый и надо руку просовывать искать ее а я переварю ее вот так вот горизонтально на нижнюю полку на пол короче чтобы я брался отсюда сразу вот этим займемся это прям удобство безопасность и вообще ну вы поняли сейчас я вам сразу покажу минус вот этих плит видите как колесо стоит прямо на этом на угол встало и вот эта плита вот она как поднялась видите вот хорошо видно так этот угол задрался вот он вот это минус не знаю они как-то усядутся может быть в будущем или таки будут ходить посмотрим ну уже что сделано то сделано еще этот пока ну делать нечего пацаны расскажу вам насчет подушек пластиковых как говорится история из жизни рекламных агентов подушки там пластиковые шел с прошлого года шел разговор там я нашел производителя напрямую вышел на них дайте дайте на обзор там сделаем какое-то это испытание ну в реальных условиях покажем то что просто голая реклама да вот подушки покажу вот как чё там удобство легкость вес да в принципе хорошо ну как бы пошли навстречу вообще одни из нескольких да не из многих с кем я там общался даже не общался а просто запрос отправлял ну ноль эмоций вообще и началось вот началась вот эти гемотины вот я им отправил запрос они через месяц отвечают здравствуйте да нам интересно эта тема и в свою очередь они спрашивают как вы какие у вас условия что вы хотите это сделать я им отвечают тут же сразу опять проходит месяц они хорошо мы передадим руководству и сообщим вам о нашем решении я им отвечаю окей хорошо жду опять через месяц вот у них месяц на один ответ и уходит месяц опять присылают так мы вот это вот это опять какие-то вот каждый нюанс там какой-то ну вообще малозначимый на мой взгляд каждый у нас в это вопрос опять я им отвечаю да да я вот вот так хорошо мы это опять короче через полгода дошло до договора они присылают мне договор уже вроде бы все согласовали договор короче присылают мне на почту там на шести листах короче там этот прописано прописано от а до я самое что мне вот в голову в память врезалась ну что меня этот шокировало что какие-то сроки обозначены сроки выхода видео сроки там чего-то вот несколько пунктов про сроки и в случае там нарушения вот этих сроков то есть какие-то штрафные санкции там ко мне будут применяться или что-то я в шоке я даже отвечать не стал я в таком шоке был то есть у них каждый этот вопрос практически можно сказать вот еще чуть-чуть и год будет зимой я начал да ладно полгода прошло хорошо если честно так взять полгода прошло уже и они мне что-то про сроки вот начинают это говорить я даже не не стал отвечать потом уже они сами выходят на этот как-то на мой контакт вышли или попросили номер или что-то в общем уже на ватсап человек вышел уже ну а что там как почему я говорю я говорю вот так вот так говорю у меня я же не говорю вам там деньги какие-то за рекламу там или что-то говорю это даже не то что реклама будет а как бы такой обзор ну ну чисто ютубная тема такая что у меня что у меня этим договором хотите задушить что ли какие-то санкции какие-то санкции просто дали просто дали показал вот ну рассказал ну ладно мы говорит я согласую с руководством и опять короче началось я уже думаю даже если они согласуют наверно лучше не стоит это даже и соглашаться потому что потом что-то опять не так вот видео снимешь пару раз у меня было видео снял что-то дали даже да видео снял с маслом масло прислали главное тоже вот такая тегомотина была я говорю ну что вы даете не даете да да ну конечно да ну давайте сейчас мы подумаем как это сделать короче масло прислали я видео снял я говорю ну что выкладывать ну нам надо еще говорит там что-то какие-то нюансы и вот так я я плюнул короче масло поменял масло залил видео удалил лазил тут снимал короче там масло менял в грязи с камерой удалил они не звонят я тоже не звоню и вот такая тема то есть уже думаешь блин с такими людьми ну это не серьезно вообще ну скажи нет да а вот так а как какие-то дела да серьезные делать что-то действительно вот мне надо у них там заказать да допустим я серьезная фирма ну наверное к ним у них другое отношение будет не знаю вот такая история в общем кстати сейчас этот подпилим аккумуляторной болгаркой и вы посмотрите я тоже для себя бег а что-то не видно сегодня обычно он приезжает же здесь становится а он поехал на балансировку кстати всем спасибо очень много людей написали он специально меня попросил закинь говорит давай снимем закинь в youtube там народ что-нибудь напишет и реально такие ну такие грамотные умные вещи все говорят по-разному каждый у каждого свое мнение кто-то говорит балансировка тофта кто-то говорит гранулы высыпь сделай такую балансировку кто-то говорит ездить с гранулы короче придется поочередно убирать все вот эти нюансы все версии как говорится пробовать максимально чтобы уже не думать сейчас он причем у него балансировка какая-то как бы за городом там далеко надо ехать но там какой-то грамотный спец то есть по максимуму тоже все таки этих ухры-мухры сейчас приедет спросим у него нормально вообще нормально пилит нет уже так не пойдет прям вам в глаза да все так не до конца подрезаем чтобы ничего не зажимал все и вот так сейчас его приварим будет пушка-бомба или гонка как-то охренеть память мышц какая сразу вот отпилил сразу начнем слизать и рука туда идет автоматически хоп а ручки нету вот это да так так еще вспомнил один момент вчера как раз этот потихоньку у меня покидают чат вот эти вот заводские вот они как они булавочки вот везде видите уже проволочки стоят вот они и вчера тоже выпало вот вчера вот эту поставил с той стороны вот подхожу опа и не работает рычаг я уже сразу уже знаю что иду сразу по зубке беру проволоку там проволоки у меня висят постоянно где-то запасные а на той стороне здесь здесь большие проволоки висят сейчас покажу маленькие висят ну пацаны ну такой я вот проволочник короче вот здесь маленькие заканчиваются уже надо пополнять запасы здесь тоже но я потихоньку на стяжки перехожу уже у меня всегда стяжки запас есть я уже потихонечку начинаю благодаря вам ого бег вернулся ну чо там миф прыгает да а сейчас он расскажет вот так показывает значит все нормально да все четко все стабильно прыгает но это стабильно тоже хорошо сделал да и поехал поехал я туда каша придает все короче следующий так значит а у нас не балансировку не делал а так сушу смотри окна ездил к своего вулкани за . я говорю убери свои кранулы эти и давая балансируем я уже не знаю куда чё решить не знаю хочу вы как чуя штирую бьет как бьет ну вот так вот бьет а руль бьет нет хочу ты ведь сразу сказать отчетным снимай парапе и физиками будем балансировать тигры новые барабаны поставил ничего не полосил я не стал вообще не что можно было сегодня смело и снимай и вези барабаны камни будем балансировать от этого и души писать если он тепло вот так вот и первых на одной скорости это пара плану ну мы в принципе я не знал нет ну как мы знали что на завод здесь не надо заводских тогда мы знали что на заводских есть есть балансировка грузики этих на запчастей нету на новых с магазина нету и так же надо все на полосе так он сказал и он сказал что у него даже был опыт что там и не килограмм да у кого-то 999 грамм будет разница была отдела люди разброс того что ты мне не сказал елки металки что ты делаешь я живу не знаю вот теперь будем ввести делать и ставить и пробу и один момент теперь надо каким-то образом грузики приварить закрепить он сам это не сможет сделать он просто сможет покажет ли я ставить по кучу вычислить где тебе нужно искусство грандра я тебе отвечу и найди сварщика и приварить туда груз там чугун чугун вот по чугуну кто-то расширает и тонкий привал и все будет кричко я говорю может на резьбу не знаю вот что это тоже там напишите может я еще не скажу может так сделать на себя поэту да еще придумать нас в общем пока так пока такой у нас план пока такой то дальше посмотрим когда будем балансировать бег снимет я ему сказал на телефон снимет сколько там что покажет вам покажем тоже ли грузик вот это заводской барабан вот он приварен через короче пластинка две пластинки и через дырки приварены принципе блин пластинка железная да скорее всего стальная приварена к чугуну да как она там держится хер его ну вот в общем вот такие дела у нас все обед пошел в офис а я буду делать вентилятор ну пока он сразу это не будет делать прям сегодня завтра поэтому в этом видео вряд ли что-то какой-то результат будет но уже какой-то шаг есть потом когда дойдет до этого момента там нужно найти либо сварщика который приварит к чугуну грузики вот этот момент я не совсем либо надо будет я склоняюсь что резьбу просто просверлить нарезать в барабане посадить там на клей на лактайт не будет намного аккуратнее и надежнее меня так думаю а там уже хозяин бай так чё дальше мы вернемся к нашим баранам для приварил я ручку приварил ручку вот так что дождь пошел вентилятор вентилятор скорее всего так и останется у меня а чуть-чуть я хотел его это приподнять чуть-чуть чуть-чуть а это масло я смазывал что тут сгорело или что-то масло я капнул туда хотел я как-то выгнуть здесь что-то как-то с попробуем и будем подключать как-то провод проведем будем подключать собственно все вот так я его прикрутил просверлил вот здесь вот отверстие отверстие как дмитрий николаевич да по-моему говорит сейчас включим через этот что еще подключил вот так через предохранитель но это на печку на автоном естественно они вместе одновременно работать не будут поэтому я думаю да кстати тут проложил вот так вот все аккуратно на zip-тай чеки здесь вот здесь вот здесь смотрите как не проволоки ничего нету вот там аккуратно проложил вот так прям поэтому по госту все так чаще я хотел вам показать сразу пока здесь вот эту штуку видите 80 рублей 5320 эта штука от пгу камаз на сцепление смотрите где она у меня пригодилась вот видите старые чехольчики чехольчики вот что с ними творится они дырявые туда попадает вода теперь вот эти четыре штуки я уже поменял видите прямо не идеально подходят щетка еще сверху вот эта защита так но уже пусть будет чисто что песок насыпался то есть отрезаем вот здесь пополам вот так вот отрезаем и одеваем прям как будто бы она здесь заводской вот оно все становится сюда все четко но у меня еще здесь подстраховка вот отверстия просверлены то есть конденсата нет от слова совсем поэтому кому было полезно интересно ставим лайк пишем комментарий где наш сосед соседа нет учетом следу тоже респект тачка на месте так еще еще одно включение лоханулся в чем два раза подряд во первых вот с этой ручкой которую я отрезал прям невозможно рука идет туда и все прикрутил новую ручку ту оставил уже здесь эту прикрутил сюда примерно на то же место вообще уже в таком возрасте нельзя вот таких радикальных этих изменений делать все уже память мышц невозможно сейчас несколько раз лазил залазил невозможно рука идет и все второй косяк сделал с той же кнопки той что и на печку то есть я включаю у меня этот идет питание на печку и сразу же вентилятор работает ну хорошо летом да я печку просто не включаю там на пульте а а вот сейчас мне печка понадобится вот завтра будет холодно я буду включать печку и сидеть с вентилятором в общем сделал отдельно штекер где он вот так просто штекер сделал буду просто переключать его переставлять на вентилятор переставлять на вентилятор мы уже лето когда будет прям лето-лето вот так короче по-любому без колхоза никуда а это у нас это у нас термоодеяло не знаю сейчас я его попробую куда-нибудь перелепить снаружи и вряд ли получится его надежно приклеить попробую изнутри все в общем вот так получилось ну по инструкции я посмотрел там на картинке так показано просто буду заматываться вот так каждый раз садиться все не холод ни жара мне вообще нипочем сейчас денис прислал видео я сейчас ставлю так он перенес кондиционер вот этот блок наружный блок куда перед радиатором ну там конечно до хрена переделок и он сам говорит со шлангами там куча проблем мурат снимаю как стоит кондиционер разобранный так вот компрессор стоит вот там стоит радиатор и вентилятор вот планочка с уголками и вот так закреплен я не знаю у тебя наверно кулер стоит может тебя будет посложнее этот момент мозги короче отсюда прилепил и провода идут провода надо сюда толстые сначала я такие же как были надрастил короче они сплавились и поставил такие толстые у меня здесь тесно нас видишь и холодно и тепло бывает по же дужку пришлось сдвинуть все это быстро тебя пляп короче полетели третий год все работает вентилятор не помню чего менял направление на том не такое если полярность меняешь все равно не так дует по-моему это жигули из каких-то с классики подходит пластиковый вентилятор то есть ну не знаю кто-то будет не будет заморачиваться может кому-то будет полезно не именно там туда его поставить а вообще что сам факт что вообще меня это человек меня удивляет в общем у него что-то с ногой сломал ногу по ему сильно очень как-то перелом там два-три месяца и чтобы без работы не сидеть он сделал здесь автоматическое сцепление в команде там видео есть уже многие посмотрели на рычаге кнопка как-то отрегулировал его ну-ка главное тронутся там с первой пошел чему я это все сказали вообще что гамазисты это вообще особая какая-то каста людей которая не пропадет вообще нигде не зря вот это вот выражение есть что вот этот излишний комфорт вот этот он портит людей ну там как-то сказано красиво было люди вот становятся нежными физически и духовно ну как вот это говорится тяжелые времена рождают сильных людей сильные люди делают хорошие времена там легкие да а вот эти уже хорошие времена они рождают слабых людей поэтому господа намаз это для сильных людей вот так вот спасибо спасибо